85-й юбилей отметил областной дворец творчества детей и молодежи. Принимать поздравления именинник начал еще за месяц до торжества. Из-за коронавирусных ограничений праздничный марафон организовали в сети. День рождения дворца празднует весь город, потому что юбилян всем нам очень дорог. Спасибо за море улыбок. Спасибо за самые яркие эмоции. Спасибо за веселые игры. Спасибо, дворец, за счастливое детство. Своё место на очной выставке нашли детские рисунки со взрослыми амбициями. В проектах юных ульяновцев к вековому юбилею переоборудовать дворец в летающую тарелку. Все по дворцу будущего куда-то из космоса улетают. Работу над космическим завтра дома детства готовы начать уже сегодня. Проектную сессию дополнительного образования будущего в рамках делового разговора согласовали с представителями профильных министерств. Образование так или иначе ждет цифровизация. Педагогов планируют переквалифицировать в Сколково. Сегодня мы презентуем проект на обсуждение общественности. Это и экспертное сообщество, и родительская общественность. Наши пространства будут оформлены очень интерактивно. С использованием QR-кодов, с использованием оптических иллюзий, инсталляции световых эффектов. Первыми учениками дворца были всего 400 ребят. Современная сеть дополнительного образования принимает больше 7 тысяч детей. Вот именно в этих стенах вместе с другими ребятами, которые находили себя под другим интересом, я тоже здесь жила. Поэтому жизнь уверена практически каждого горожанина прошла здесь. Поэтому процветание дворцу, успехов его и детишкам, и педагогам. Но то, что это очень теплый, профессиональный и правильный второй дом, это точно. В планах областного правительства сделать 7 ноября региональным праздником, днем педагогов дополнительного образования. Продолжение следует...